Всем привет! Вы на канале Велострана Обзор и с вами Семен Трухин. Сегодня познакомимся с горным велосипедом от компании DeWolf, модель Grow 30 2021 года. Эту модель велосипеда уже можно отнести к категории горных артейлов любительского уровня, потому что если посмотреть на те комплектующие, с которых собрана данная модель, то этот вывод напрашивается сам собой, потому что здесь мы уже будем наблюдать не самые простые комплектующие, которые можно встретить на велосипедах начального уровня. Тем не менее, данная модель Grow 30 и не относится к каким-то суперспортивным велосипедам, потому что по геометрии, по своей конфигурации этот велосипед все-таки больше заточен под комфортную посадку и больше под, скажем так, начинающую. Ну и давайте посмотрим более подробно на комплектующие, чтобы вы могли более детально познакомиться с этой моделью. Начнем, конечно же, с рамы. Здесь она выполнена из алюминиевого сплава 6061 серии, к трубам применен гидроформинг, за счет которого трубам придается как раз та самая форма с переменным сечением. Рулевой стакан здесь современный, конусный, под полуинтегрированную рулевую. Также здесь интересная форма перьев, не совсем стандартная для большинства велосипедов, но она должна давать хорошую торсионную жесткость данному треугольнику. Тормоз здесь крепится по-современному на нижнем перье, крепеж стандарта постмаунт. Резьбовая каретка здесь стандартная, заднее колесо здесь крепится эксцентриком, так как рама все-таки, ну, еще достаточно бюджетная и она поэтому не на оси. Внутренняя проводка у этой рамы отсутствует, но с точки зрения ремонтопригодности это может быть даже и хорошо. Далее давайте посмотрим на амортизацию. В случае данной модели с амортизацией, в общем-то, все достаточно стандартно. Здесь 100 мм хода, есть регулировка жесткости, есть возможность блокировки. Также здесь литые магниевые штаны и по своей конструкции, по своей работе, на всех аналогичных велосипедах в этом ценнике вы будете встречать какие-то подобные решения просто от разных производителей. Следующий немаловажный узел это, конечно же, колеса. В случае данной модели колеса размерностью 29 дюймов, обода здесь алюминиевые с двойным профилем. Также здесь стальные спицы толщиной 2 мм, они покрашены в черный цвет, чтобы велосипед выглядел более аккуратно. Ну и вообще велосипед с точки зрения дизайна выглядит на самом деле хорошо. Также втулки здесь идут с алюминиевым корпусом на насыпном подшипнике, как спереди, так и сзади. И за сцепление с поверхностью здесь отвечают покрышки от компании CST, что тоже приятно, потому что CST это один из лучших вариантов бюджетной резины, которую вы можете встречать вообще на велосипедах. Они, кстати, тоже достаточно широкие, ширина 2,35 дюйма. И протектор здесь универсальный, с которым вы можете эксплуатировать этот велосипед где угодно, будь то асфальтированные покрытия, будь то какая-то легкая пересеченная местность. Несмотря на то, что на дворе 2021 год, многие начинающие до сих пор почему-то выбирают велосипед по качеству заднего переключателя. Но, тем не менее, конечно, это в корне неверно. Если говорить о трансмиссии этого велосипеда, то здесь установлена трансмиссия от компании Shimano серии Airtus во всех узлах. Это и монетки на руле, то есть трансмиссия идет с сочетанием 3 на 9. Это и система шатунов, которая идет с карджерной кареткой под квадратный вал. И также система эта, разумеется, алюминиевая. Передний переключатель тоже здесь серии Airtus. Задний переключатель под 9 передач серии Airtus. Но не самый последний современной модификации. Он здесь еще без технологии Shadow. Также здесь идет кассета, а не трещотка, что, безусловно, хорошо, разумеется, на под 9 передач. И она тоже Shimano. Еще одним большим преимуществом перед многими конкурентными моделями является то, что у данного велосипеда надежные, нормальные дисковые гидравлические тормоза. Потому что их выпускает компания Shimano, и это гидравлика MT200. Сегодня в подобном ценовом сегменте вы можете решать огромное количество разных тормозов от китайских производителей, которые имеют много проблем. Если же вы видите велосипед с тормозами MT200, то это, в общем-то, залог вашего успеха в плане работы тормозов, в принципе, в процессе эксплуатации. Несколько слов нужно сказать еще о рулевом управлении седле данного велосипеда. Рулевое управление здесь собрано на алюминиевых компонентах, и конфигурация такова, что рулевое управление делает велосипед достаточно комфортным. То есть здесь длинный вынос с подъемом на 6 градусов, также руль идет достаточно большим подъемом, и он не очень широкий. То есть все сделано таким образом, чтобы управление было плавным, и вы сидели достаточно вертикально. Седло здесь установлено анатомической спортивной формы, также у него есть небольшая мягкая вставочка, и оно крепится на алюминиевый подседельный штырь с одноболтовым крепежом. Последний стриф комплектации любого велосипеда – это, конечно же, педали. В случае данной модели педали установлены с металлической платформой, она достаточно широкая, и педали на насыпном подшипнике. В завершении хотелось бы отметить, что у компании DeWolf получился очень интересный велосипед с точки зрения соотношения цена и качества, ну и, в общем, с точки зрения дизайна тоже велосипед выглядит удачно. В эту стоимость получить тот набор комплектующих, который предлагает этот производитель, очень даже хорошо, если посравнивать данную модель с какими-нибудь конкурентами. Но если вы хотите сделать это самостоятельно, то, конечно же, приходите в любой из магазинов «Велострана», где вы посравниваете эту модель с конкурентными моделями, примерите велосипед под свой рост и всегда, конечно же, сможете получить грамотную и профессиональную консультацию от наших специалистов.